Алексей Миранчук Вчера очень трогательные фото поначалу с братом сделали, его давно не видели или в сборной вместе давно не виделись? И то и другое, но как-то всегда общались, всегда были на связи, просто именно когда почувствовал уже, что рядом, когда стало прям легче и спокойно. Что это может быть изменилось, Леша? Вот год тебя не было и команда потихонечку обновляется. Какой увидел сегодня? Ну понятно, что времени мало прошло. Какой увидел сегодня команду? Да, ну ребята все знакомые, конечно, но много новых, много молодых, много такой молодой крови, энергии. Поэтому это очень радует. Что изменилось? Пока только вот приехал вчера, провели одну тренировку, только так больше такие эмоциональные пока эмоции, эмоциональные эмоции, не так выразился. Да, эмоциональные впечатления. Поэтому дальше вот посмотрим, как что и уже будем как-то по-другому смотреть, может быть. Ну уже что-то понимаешь, что предстоит сборная ближайшая? Может быть уже что-то понимаешь о соперниках, о том, что команде три игры придется сыграть, а не две, как обычно? Я понимаю одно, что мы должны показать свою хорошую игру и к этому предстоит результат. Вот что я понимаю. И пару вопросов буквально вот об Италии. Как вообще твой процесс адаптации, на каком он уровне находится сейчас? Да тут как-то, не знаю, нет таких каких-то специальных уровней. Не знаю, могу сказать только, что чувствую себя комфортно. Чувствую себя... Ну уже какая-то адаптация, кажется, как будто подходит к своему концу. Потому что с ребятами хорошо общаюсь со всеми и понимаю требования тренера, начинаю понимать. Поэтому как-то все в порядке. Город небольшой, сосредоточен только на работе. Поэтому нет таких, что отвлекало бы. Поэтому все отлично, чувствую себя хорошо. Что самым сложным было вот именно в первые, может быть, дни, в первую неделю? Вот все равно приезжаешь в другую страну, мало что знают. Самое сложное? Ну именно в плане быта, если сказать. Не знаю. Тоже вот потому что смотрю, как другие ребята, как тяжело находить квартиры. Квартиры. То есть вот это вот быт именно в быту. То есть мне повезло, как-то мы сразу приехали, сразу же нашли хороший вариант квартиры. Сразу же я буквально там два раза съездил. Машина приезжала за мной на базу, из базы домой довозила меня. Мне буквально хватило два-три раза с ними съездить, чтобы понять, как ездить. И единственное, к чему реально тяжело привыкнуть, это вот к их, знаете, никуда не торопиться. И очень я вот себе испытал такое, что нужно было набраться терпения. Потому что в Москве здесь было по-другому все. Здесь все быстро, здесь все, куда-то все торопятся. Там более люди возрастные такие, которым уже, видимо, все успели. И поэтому иногда вот этот внутри просто кипел, там на светофоре какого-нибудь могут долго стоять или что-нибудь поворачивать не туда. Ну как бы вот такое все. А в плане тренировок, в плане работы, единственное, что бросилось сразу в глаза, это, конечно же, интенсивность стала выше. И к этому немного надо было осваиваться, привыкать. Но это нормально. А так, если честно, вот еще хотел бы сказать, что узнал сейчас, что реально много людей, которые переживают и поддерживают меня. Потому что даже не знал, что так много. И когда вот это вот все началось, прям видел, конечно же, и разные комментарии, разные слова. Но в целом увидел от людей хорошую такую подачу. И мне это реально, это мне реально дает мысли то, что за меня много кто переживает. И мне надо много работать, чтобы дальше оправдывать вот это вот как бы их отношение ко мне. Голы помогают вообще? Вот все-таки дважды вышел, дважды забил. Это такие вот, ну что ли, знаковые моменты. Да, потому что, как мы понимаем, что футбол-то все-таки все равно статистика. Поэтому, конечно же, мне не дается так много времени. И если ты в этом времени еще отличаешься, конечно же, это дает какую-то уверенность, какую-то силу такую. Ну, поэтому голы всегда всем помогают. Без голов нет побед, без голов нет уверенности в себе. И, конечно, это здорово. Я рад, что так происходит. Ну, на этом все, как мы обещали. Это экспресс-интервью, чтобы ваши голы уже перенеслись на футбольные поля Молдовы, Сербии, Турции. Да, дай бог в это верю тоже. Да, всем нам удачи и победы.